Премудрость, глава 12. Премудрость, глава 12. И невозможно было тебе войною покорить нечестивых праведным, или истребить их страшными зверями, или грозным словом в один раз. Но ты, мало-помалу наказывая их, давал место покаянию, зная, однако, что племя их негодные, и зло их врожденное, и помышление их не изменится вовеки. Ибо семья их была проклятая от начала, и не из опасения перед кем-либо ты допускал безнаказанность грехов их. Ибо кто скажет, что ты сделал? Или кто противостанет суду твоему? И кто обвинит тебя в погублении народов, которые ты сотворил? Или какой защитник придет тебе с ходатайством за неправедных людей? Ибо кроме тебя нет Бога, который имеет попечение о всех, чтобы доказывать тебе, что ты несправедливо судил. Ни царь, ни властелин не в состоянии явиться к тебе на глаза за тех, которых ты погубил. Будучи праведен, ты всем управляешь праведно, почитая не свойственным твоей силе осудить того, кто не заслуживает наказания. Ибо сила твоя есть начало правды, и то самое, что ты господствуешь над всеми, располагает тебя щадить всех. Силу твою ты показываешь неверующим всемогуществу твоему, и в непризнающих тебя обличаешь дерзость. Но обладая силой, ты судишь нисходительно, и управляешь нами с великой милостью. Ибо могущество твое всегда в твоей воле. Но такими делами ты получал народ твой, что праведному должно быть человеколюбивым, и внушался нам твоим благую надежду, что ты даешь время покаянию во грехах. Ибо если врагов сынам твоим и повинных смерти ты наказывал с таким снисхождением и пощадой, давая им время и побуждение освободить себя от зла, то с каким вниманием ты судил сынов твоих, которых отцам ты дал клятвы и заветы благих обетований? Итак, вразумляя нас, ты наказываешь врагов наших тысячекратно. Да бы мы, когда судим, помышляли о твоей благости, и когда бываем судимы, ожидали помилования. Посему-то и тех нечестивых, которые проводили жизнь в неразумии, ты истязал собственными их мерзостями. Ибо они очень далеко уклонились на путях заблуждения, обманываясь, и подобно неразумным детям, и посчитая за богов тех из животных, которые у врагов были презренными. Посему, как неразумным детям в посмеяние послал ты им и наказание, но, невразумившись с обличительным посмеянием, они испытывали заслуженный суд Божий. Ибо что они сами терпели с досадою, тоже увидев на тех, которых считали богами, и через которых были наказываемы, они познали Бога истинного, которого прежде отрекались знать. Посему и пришло на них окончательное осуждение». Продолжение следует...